Привет всем гикам! С вами я Максим и рубрика Гик Шоу! Да, кстати, как вам новое интро и вот это вот потряхивание рукой в начале, чтобы чуть отличалось от нашего повседневного контента? Ну что, перейдем к нашим закупкам. Первая закупка это не такая совсем по теме, но сойдет. Это нож для распаковок, закупок и ваших посылок, если так его и будут. В общем, такой вот нож в стиле пистолета, то есть автомата. Напишите, какого, если честно, я в этом не шарю. Я вот его чуть помыл, а то он будет какой-то грязноватый. Ну, в общем, такой вот ножик. Я думаю, сегодня он нам не пригодится, так как там все не на скотче, но убирать далеко мы его не будем. Вот. Закупился я, значит, для нашей камеры. Многие знают то, что у нас появилась камера, на которой я и снимаю вот этот вот обзор. Значит, закупился я для нее штативом. Вот таким вот гибким штативом. Стоит он, кстати, не так уж и мало для штатива. Около полторы тысячи рублей. Но я думаю, за 800 рублей, в принципе, найти можно. Мой друг говорит, что даже за 600 рублей найти можно. Но я с Алиэкспресс не заказывал, так что... Не знаю, я заказывала с магазина, так что... Вот, в общем, как он извивается. Смотрите, гибкая штука. Ее можно куда угодно накручивать. Это вот очень удобно. Для тех, кто снимает какие-то видео по спорту, допустим, на самокатах, на велосипедах, на скейтах. В общем, удобная штука. Если у вас есть, допустим, камера, там крепление специально идет для камеры, для GoPro, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, для вот той, которая у нас. И еще там для каких-то камер. Для Xiaomi, что-то там. Ну, в общем, сойдет. Для экшн-камер, короче. Также мы сходили в Читай Город. И что мы там могли купить? Что мы там могли купить? Мы там могли купить азбуку, могли купить, я не знаю, что... Учебник английского языка. Но мы там купили комиксы, ребят. Что не странно. Я думаю, все вы угадали. Это комиксы, а точнее, Бэтмен с игра... Игра с огнем, часть 1. Вот видите, часть 1. С такой вот аватаркой Бэтмена. И какой-то мужик спич... Спичка, я там прочитал первую часть. Это спичка... Что-то там, забыл его чуть-чуть имя. Но, в общем, тут же рисовка, если честно, чуть по... Более дешманская, чем... В том же Джокере, который я вам показывал в прошлый раз. Но, тоже хорошая рисовка. То есть, он стоил, если я не ошибаюсь, 90 с чем-то рублей. Так что, это вообще годно. Вот. Потом игра с огнем, вторая часть. Тоже это спичка на аватарке. И Бэтмен. Вторая часть. Еще раз. Тут такая же абсолютно рисовка. И стоит он тоже 90 рублей. Так что, вообще, четкие комиксы. За такие особенные деньги. Тут еще в DC очень рекламируют Injustice 2. Игру компьютерную, там, для телефонов. Для даже PlayStation 4. Если я не ошибаюсь. Также здесь рекомендуют комикс Сюда Женщина. По обложке я могу сказать, что это топовый комикс. Но, если считать только по обложке. Ну, и еще я закупился Бэтмен. Игра с огнем. Часть третья. Чтоб сразу убить всю эту серию. Так скажем. Тут опять этот спичка. Вот видите. Живет спичку. Не знаю зачем. В общем, тут нельзя спасти мир в одиночку. Лига справедливости. И еще Бэтмен Сверхтяжесть. Книга седьмая. Ничего себе они там пилигают сиквелов. Ну, ладно. Пойдемте дальше. Также для любителей Марвел. А таковы есть. Больше чем DC. Я закупился еще комиксом. Это. Человек-паук. Дэдпул. Между делом. По крайней мере, по одной обложке это можно понять. Посмотрите. Дэдпул тут что-то говорит. А паук его затыкает. Ну, в общем, комикс я еще не читал. Но мне кажется, он будет очень хорошим. Стоил он уже подороже. Около пятиста рублей. Но тут рисовка уже профессиональная. Все-таки толстая книга очень. Даже толще, чем три прошлых комикса вместе взятых. Так вот. Вот здесь такая вот рисовочка. И к тому же все-таки Дэдпул и Человек-паук. Это все ждут. Ну, как не особо. Но все ждут. Почему бы не посмотреть на это? Да, такая морда к тому же. Тут у одного парня. Честно говоря, не так, по-моему. Комикс сделан. Вообще, если я не ошибаюсь, то это достаточно старый комикс. То есть. Рисовка-то... Писался он, короче, старым. То есть, давно рисовался. А тут переиздали. То есть. Просто перепечатали его. Паук такой скользкий, на самом деле, здесь. Прикольно вообще. Тут показана еще вариантивная обложка. Красиво очень. И так же... Вот смотрите, здесь Дэдпул читает. Вам навряд ли будет видно, но здесь The Action Comics. То есть, самый популярный комикс Человека-паука. Самый первый его комикс. Если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, напишите об этом в комментариях. Так же ни одно гик-шоу не обходится без Лего. Так что сегодня я сходил в магазин, а если бы точнее, то вчера. Вчера я хотел купить журнальчик Лего, но продавец развел меня на набор. Так как сделал маленькую скидку, я не знаю из-за чего, но сделал просто маленькую скидку на наборчик по Хану Соло. Которого мы так, кстати, не посмотрели. Кидайте в нас тапкам. В общем, это набор под артикулом 75207. Называется он The Imperial Patrol. Ну, в общем, Имперский Патруль Battle Pack. Ну чё, хороший набор. Ждите обзор на этом канале. Так же, если хотите побыстрее его увидеть, поддерживайте лайком. И обязательно пишите об этом в комментариях, чтобы мы поняли, хотите ли вы увидеть или нет. У нас недавно закончился марафон обзоров. Мстит ли Война Бесконечности. И, кстати, в общем, пишите в комментариях. Вот вам, я показываю чек, то, что победителю мы отправили набор. Тот, который победитель у Лего Той Шоу в прошлом конкурсе на Квантовый мир. В общем, мы с ним проводили конкурс. А вот сейчас у нас недавно закончился конкурс на набор штурмовика Скариф. Сейчас я чуть камеру повыше подниму, чтобы вам видно. Вот он. Скариф Сторм Трупер. В общем, его мы отправим завтра, либо сегодня. Победителю. А победителем является Роман Когт. Привет, я огромная. В общем, скоро мы тебя отправим. Жди посылку, я тебе все напишу. Также переходим к нашей рубрике самоделки. Сегодня у нас самоделка от Саши Мовчина, от моего брата. И это самоделка по седьмому эпизоду. Это комната, где пытали Рэй. Кайло Рен пытал Рэй. Пытался узнать, где база повстанцев. Но Рэй сильная и не дала ему ничего понять. В общем, также здесь был штурмовик, которого играл, если я не ошибаюсь, режиссер. Этот, господи, как его зовут-то? Лукас, в общем. Играл штурмовика, если я не ошибаюсь. Опять же, я могу ошибаться. Ну, кто-то там помнит, что и Шишек играл. Этого штурмовика обычного, которого она так обвела. Вот из мини-фигурок здесь Рэй по седьмому эпизоду и штурмовик. Это такой мини-наборчик, скажем. Также здесь такая вот комнатка. И достаточно функциональное, как это называется, сидение для нашей Рэй. Вот она сейчас так вот поднимается. Но я думаю, это легче делать руками. Также здесь вот идеально вставляется эта штучка. Также вся эта тюрьма выглядит в таких темно-серых, темно-серых, а в местах черных цветах, как это было в фильме. Ну, а всем спасибо. Вот, еще раз две мини-фигурки, сейчас их положим сюда. Ну, а всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, жмякать под колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. Также ставить лайки. Всем спасибо. Всем пока.